Что такое бизнес? Для одних это способ получения денежной прибыли, для других – стиль жизни, а для третьих – это любимое дело, которое приносит доход. Мы постараемся посодействовать и покажем вам краткий путь к бизнесу, предлагая вашему вниманию бестселлер – книгу Дональда Куратко «Предпринимательство». Здравствуйте, меня зовут Ая Курман, в эфире программа «Казбукс». Цель книги – ознакомить читателей с передовым опытом в сфере предпринимательства, развитие предпринимательских навыков путем, основанным на опыте и экспериментальном подходе. Книга предназначается для лиц, ведущих свой бизнес, молодежи, намеренной работать в сфере бизнеса, студентов высших и профессиональных учебных заведений, сообществу, изучающему предпринимательскую сферу. Она также предлагается в качестве учебника на казахском языке на курсах MBA. Является ли бизнес мистицизмом? Это не волшебство, не таинственно, и гены не имеют к этому никакого отношения. Эта дисциплина, как и любой иной порядок, требует подчинения, отмечает один из ведущих теоретиков менеджмента Питер Друкер. Учебник Дональда Куратко «Предпринимательство. Теория. Процесс. Практика», вышедший в рамках проекта «100 лучших учебников программы Рухани Жангаро», посвящен теоретическому и практическому изучению предпринимательского явления, являющегося главной движущей силой экономического, общественного и социального развития в XXI веке. Для детального разъяснения предпринимательства систематически проанализированы этапы начала, планирования, становления и развития, характеризующие основные этапы бизнеса. Также широко освещена система мышления и роль инноваций, необходимых для продвижения предпринимательских идей на рынок. Эта книга Дональда Куратко состоит из четырех частей и пятнадцати глав. Всего одна насчитывает 467 страниц. На наш язык было переведено 10-е издание учебника предпринимательства «Теория, процесс, практика». Инициирование, планирование, рост и развитие нового венчура – все эти темы глубоко раскрываются в нем. В тексте всех глав подробно разъясняются понятия, используемые в области современного предпринимательства. Учебник предпринимательства в казахстанской экономике, который мы сейчас выпустили по программе «Рухани Жанру», я думаю, очень актуальный. И они сегодняшним студентам, нашим вузам, колледжам очень помогают в составлении плана и обучения предпринимательства нашей молодежи. Почему? Потому что Казахстан в переходном экономике, когда с плановой мы переходим на рыночную экономику, и основные моменты предпринимательства мы составили на основе своих опытов и российского. Естественно, здесь мы на предпринимательство смотрим как на выгоду, на производство, освоение новых производств. Дональд Куратко является известным и авторитетным ученым в сфере исследования отрасли предпринимательства, также работает исполнительным и академическим директором Джонсон Центра по предпринимательству и инновациям в школе бизнеса Келли при Университете Индиана, город Блумингтон. Автор 30 учебников по разным аспектам предпринимательства, один из которых называется «Предпринимательство. Теория. Процесс. Практика. Десятое издание», который переведен на казахский язык. Это произведение впервые вышло в свет в 1984 году. Автор учебника «Предпринимательство. Теория. Процесс. Практика. Дональд Куратко» руководитель Международной организации предпринимательского образования, поэтому возможность читать книги таких известных авторов в сфере бизнеса на казахском языке являются серьезной инвестицией в будущее. Мы считаем, что самыми лучшими людьми, кто двигает, самыми лучшими исполнителями внедрения инноваций являются предприниматели и стартапы. Поэтому мы, как Астанахаб, имеем непосредственное участие в продвижении индустрии 4.0 в Казахстане, потому что мы помогаем стартапам создавать их продукты и потом внедрять их дальше по стране. Это и есть, скажем, небольшое развитие данных технологий, данной индустрии в нашей стране. В первом разделе книги пишется о системе предпринимательского мышления и произошедшей так называемой революции в данной отрасли. Второй раздел описывает начало предпринимательской деятельности. Третий раздел рассматривает процессы планирования в предпринимательстве. И, наконец, четвертый раздел освещает стратегии венчурного роста. В завершении каждого раздела анализируются термины и понятия, указываются ссылки, наводящие вопросы и даются задания по затронутым темам. В учебнике Дональда Коротко, который предпринимательство, больше внимания уделяет новым технологиям, стартапам, венчурным проектированиям, которые имеют в какой-то мере рисковые результаты. При этом, как избежать рисков, как построить свой бизнес, пусть он будет малый бизнес или средний бизнес, даже и крупный бизнес, в этом учебнике распределены опыты и рассмотрены опыты западных крупных компаний и развития малого и среднего бизнеса, бенчурных проектов. И указано, каким образом их можно лучше организовать. Наш проект берет начало от послания президента народу Казахстана от января 2017 года, где Нос-Сан Абишич объявил о начале третьей модернизации Казахстана, где два основных шага. Первое – это реализация госпрограммы «Цифровый Казахстан», и второе – создание платформы для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира, то есть международных технопарков этих стартапов «Астанахаб». В рамках создания данного технопарка мы здесь работаем по восьми направлениям. Все эти восемь направлений охватывают все этапы становления IT-бизнеса. В текущем десятилетии еще никто не думал, что появятся такие рискованные, но в то же время экономически весьма перспективные проекты, как Walmart Сэма Уолтона, FedEx Фреда Смита, Microsoft Билла Гейтса, Apple Стива Джобса, Google Оари Пейджа и Сергея Брина, Facebook Марка Цукерберга. На сегодняшний день мы ощущаем мощное влияние таких технологических гигантов современности наподобие Google, Amazon, Facebook. Научные познания являются предпосылкой конкурентоспособности современной нации. Новые учебники являются настоящей энциклопедией для образования. Сегодня важен не только метод обучения, но и его содержание, отметил глава государства Русултан Абишевич Назарбаев. Сегодняшний учебник, представленный в эфире, — это удивительный труд, прошедший фильтрацию и заставляющий задуматься. Поэтому мы убеждены, что после прочтения учебника Дональда Куратко изменится сознание читателя. Предпринимательство есть дарованная человеку определенная энергичная экономическая сила. Будоражущая наши умы революция в предпринимательской отрасли на стыке веков в настоящее время превратилась в новую науку, фокусирующуюся на бизнес-мышлении и многоэтапном процессе планирования. Завершается второе десятилетие 21 века. Мы сейчас лицом к лицу столкнулись с более сложными проблемами и имеем дело с ранее небывалыми сферами, такими как переход на зеленые технологии, социальное ответственное предпринимательство, борьба с нестабильностью и инновацией в области здравоохранения. Предпринимательская активность и творческий подход помогут решить возникающие вопросы. Тот опыт Запада, передовой опыт Запада, будем говорить, и наши возможности, которые Казахстан имеет, сырьевую базу, большие территории, сельском хозяйстве, и металлургии, и других отраслях, мы можем совместить, интегрировать и обучать нашей молодежи, которая в будущем будет развивать наше предпринимательство. Поэтому учебники эти, я думаю, очень полезны и своевременно, и этот опыт перевода и использования этих учебников надо расширять. Уважаемый зритель и читатель! Сделайте анализ на свою любимую книгу, снимите видеоролик об анализе книги и направьте на нашу программу с хэштегом «Казбокс». Автору особого анализа мы подарим литературную шкатулку «Казбокс». Видеоролик можете направить на электронный адрес, указанный ниже. Удачи! Человек рожден для труда. Первое, что нужно для человека, который планирует жить в достатке, изучить основы бизнеса. Ведь богатство страны не обязательно строится на собственных природных ресурсах. Все свое неземное богатство человек создает собственными руками. Мы рекомендуем эту книгу для каждого бизнесмена. С вами была программа «Казбокс». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова